Здорово, друзья, беспроводные меломаны! Сегодня для вас есть наушники от компании Edifier, которые называются V830NB. Это наушники с приятным звучанием, чем-то напоминающие Sony XM300, но об этом чуть позже. Сейчас мы их распакуем, потом я вам покажу, как они в игре себя проявляют. Да, они, кстати, без задержек, можно играть на ПК, на смартфонах. И поговорим о том, как они работают, кстати, в приложении. Да, на планшете покажу приложение для них. Там можно много настройщик использовать. И поговорим о звуке этих наушников. На коробке гордо красуются значки Hi-Res и Yildak. Тут же написано, что по Bluetooth 94 часа без подзарядки. Ну, а с задней стороны характеристики наушников и комплектация. Наушники имеют три цвета. Белые, серенькие и черные. Вот видите, в данном случае у меня такие серенькие матовые наушники. Здесь можно видеть, что в оголовье вставлены вот такие металлические пластины. Это разработчики делают уже на опыте. Потому что когда-то, когда-то JBL делали без таких металлических вставок. И все крошилось, сломалось. В общем, JBL получили изрядную порцию хейта. Ну, Edifier не пошли по их пути. Они сделали металлические вставки. И это правильно. Оголовье мягкое. Такая мякушка. На макушку не давит. Сидят наушники приятно. Амбушюры тоже довольно комфортные. Не то, чтобы очень большое здесь пространство. Но мои уши помещаются. А уж мои уши не самых маленьких размеров, так скажем. Амбушюры имеют ровную форму. Они нигде не сплюснуты. Они нигде не расширены. То есть у них нет какой-то особой эргономической формы. Тем не менее, это не мешает наушникам. Очень удобно и комфортно сидеть на голове. Драйвер в наушниках видно просвечивается через сеточку. Это 40 мм. И при этом сеточка здесь не как в других наушниках. Здесь не поролонка какая-то толстая, демпфированная. Здесь тоненькая акустическая ткань, через которую звук хорошо проникает в ваши ушки. Здесь сверху расположены порты фазоинверторов с сеточками. А вот здесь непосредственно сами микрофоны располагаются для шумоподавления. Снизу видим порт IPC и кнопочка Bluetooth. Эта же кнопка является кнопкой подключения шумоподавления. Кнопка прозрачности. Это все настраивается отдельно. В приложении я вам продемонстрирую. Громкость минус и плюс. И при длительном удержании это скипывание трека вперед или назад. И кнопка вот эта выделяется. Очень удобно ее нащупать просто моментально можно от включения-выключения наушников. Приложение называется Edifier Connects. Здесь можно непосредственно уже выбрать вручную, что вам хочется включить. Хотя это все дублируется кнопками на наушниках. Здесь выбираются режимы воспроизведения. Вшитый эквалайзер стандартный, классика, тяжелый бас, мощный бас, рок и своя собственная настройка. Если мы выберем свою собственную настройку и посмотрим на нее, то видим здесь эквализацию. И кнопку с надписью Добротность. На самом деле это не совсем Добротность, это расширение полосы эквалайзера. То есть по факту это параметрический эквалайзер. Здесь можно регулировать различные средства частот. Экспериментировал. Но тем не менее пришел к выводу, что стандартная настройка по умолчанию, она наиболее интересная. Наиболее нейтральная и сбалансированная. Есть различные режимы звучания. К примеру, игры, музыка или пространственный звук. Пространственный звук, честно говоря, так и не понял, что он из себя представляет. Добавляется вроде эхо какой-то атмосферности, вроде больше становится шире сцена. Но какого-то такого применения действительно этому пространственному звуку я не нашел. В играх, да, полезная вещь. То есть подключаем этот режим, отключаем Bluetooth на вашем смартфоне или планшете и коннектим это все дело с ПК. И никакой абсолютно задержки в играх не будет. Также здесь есть дополнительные настройки. Здесь можно переименовать наушники, например, назвать их какой-нибудь писькин плащ или еще что-нибудь, что вам придет в голову. Ну чисто так, для прикола, чтобы кто-то рядом подключил свой Bluetooth и увидел писькин плащ. В настройках управления можем выбирать пункты, которые будут переключаться кнопочкой Bluetooth. То есть шумоподавление, усиление окружающего звука и отключенный шумоподавление. Можно выбрать до трех пунктов, вот я их сейчас назначил. Также отдельно можно выбрать аудиокодек высокого качества. Естественно я выбрал 96 кГц кодек YLDAC. Дополнительно здесь присутствует функция мультипоинта. Можно подключать одновременно два устройства. Но тогда есть один нюанс. Отключается кодек YLDAC, тот самый повышенное качество. Здесь есть способ найти наушники. Можно нажать и найти наушники. Видите, они довольно громко орут, если вы их потеряли. Берете телефон или планшет, нажали, и они своим писком оповестят о том, где они прячутся, собственно. И, естественно, есть различные регулировки. Громкость уведомления, это когда баба в наушниках говорит на английском или на японском. Типа, я митэ кудасай, или еще что-нибудь подобное, и вы можете регулировать эту громкость. Ну, это при управлении. Когда вы коннектите, увеличиваете громкость и прочее, прочее. Тот самый язык голосовых команд. Можно типа, suck my dick, fuck your bitch на английском. Либо, имитэ кудасай, ага, и все остальное на японском. Также здесь можно запланировать выключение питания, чтобы сами наушники отключались через 10 минут, 20 и до полутора часов. Тем не менее, наушники умненькие, и если нет никакого сигнала, то через 5 или 10 минут, я уж точно не помню, они сами оффаются. Также здесь присутствуют настройки Bluetooth, можно включить и отключить, сделать повторное сопряжение, и заводские настройки, сброс настроек, которые вы здесь наковыряли, по умолчанию. Все очень просто. Приложение удобное. Как говорится, и юзер-френдли. А теперь проверим наушники непосредственно в самой игре. О. Уже идет какой-то. Рабахрен. Ах, хер его знает, что это. Ну, я не знаю, что это, но это что-то. Че? Че он сказал? Вот тебе! Где он? О. Твою тупо. Нет, чуваки, абсолютно никаких задержек в игре нет. Все изи. Просто ноль задержек. Я не знаю, что тут еще можно тестировать, но задержек нет. Она стреляет, она прыгает, она бегает, и все это без единой задержки, все это великолепно. Как будто играешь в проводных наушниках. Глубокое, хорошее, интересное звучание. Комфортное. И наушники не разрядятся, их не придется куда-то подтыкивать, подтыкать, подключать, потому что... Ну, сто часов как-никак можно, сами понимаете. А вот так наушники сидят со всех сторон. Edifier и сумели. Волоконичность и строгий дизайн. Edifier V830NB. Комфорт и универсальность. User-friendly. Наушники имеют нейтральное звучание. Они универсальны своей жанровой направленности. Они неутомительны при использовании в течение длительного времени. В играх проявляют себя на достойном уровне. Задержка в игровом режиме отсутствует не только на смартфоне, но и на ПК. В приложении Edifier Connects присутствует множество настроек для индивидуализации звучания. Посадка наушников удобная. Ничего нигде не давит и не жмет. Мягкое головье даже при длительных сессиях не вызывает дискомфорта. Амбушюры также удобны и мягки. Управление организовано интуитивно понятно. Кнопки не приходится искать. Они расположены именно там, где ты ожидаешь их нащупать. Никакой путаницы в управлении не возникает. Звучание обладает приятной смягченностью. Сигнатура звука ощущается как нейтральная и сбалансированная. Наушники очень музыкальные и со своей задачей справляются на 100%. Так как же звучат эти наушники? Как они на ощупь? Когда их берешь в руки, они не люфтят, не скрипят. Они хорошо сидят на голове, удобно, комфортно, ничего не болтается, не шатается. Приятно, ты чувствуешь, что это не подвальный Китай, что это что-то фабричное и качественное. Приятные, нейтральные. Все жанры музыки играют приблизительно одинаково хорошо. Когда играют низкие частоты, они здесь есть. Их не масса и вагон. Вот о них ровно сколько надо. Серединка есть, все инструменты слышно хорошо. Верхние частоты есть. И когда тарелку бьют, слышно по тарелке, что ударили, что эта тарелка и россыпь и звон пошел. А не как в некоторых наушниках бывает. Знаете, как будто Вася Песяев своей елдой по чугунной батарее водит в селе Кукуева. Вот бывают такие наушники. А здесь все слышно, хорошо слышно. Я бы мог их советовать тем, кто хочет себе подобного форм-фактора, качественной, на ощупь, с хорошим звуком, с долгоиграющей батарейкой. Обратите на них свое внимание. Я тут вас как бы не проецирую. Идите, купите. Нет, я такого не говорю. Когда наушники плохие и недостойные, как это было с Писюн F6, я и говорю, что мимо них можно пройти и брать их необязательно вообще тем не стоит. А на эти я скажу так, стоит обязательно обратить внимание. Именно если вам нужен подобный форм-фактор, удобство, комфорт и все остальное. Тем более в играх они себя хорошо проявляют. Мне вот прям понравилось, как они звучат. Конечно, это не уровень каких-нибудь планарных Fio FT5 совместно с ЦАП-усилителем Fio K9 Pro. Конечно, не тот уровень. Там и ценник-то будет под 100 косарей с лишним. С той связочки. А здесь всего за 6 тысяч вы получаете, ну, грубо говоря, тоже хороший игровой девайс и для музыки, и опять же для игр. Больше добавить тут нечего. Наушники действительно хорошие, качественные. Мне не стыдно их, ну, не то, чтобы прорекламировать. Мне не стыдно их посоветовать. Это уж однозначно. И помните, что все эти наушники от Edifier действительно хорошо. Но самое главное, берегите себя и своего мистера Крабса. 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 Крабса.